Гайд Парк Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Татьяна Иванова, это программа Гайд Парк, и сегодня у нас в гостях депутат Псковской городской думы по округу номер 15 Денис Иванов. Здравствуйте, Денис Олегович. Да, здравствуйте. В прошлую пятницу состоялась очередная сессия городской думы, поэтому начнем сегодня с обсуждения основных решений, которые приняли депутаты на сессии. Также с гостем студии поговорим о его депутатской деятельности в округе, и кроме того, хотелось бы, конечно же, Денис Олегович, услышать ваши комментарии, ваше мнение по поводу свежих инициатив, которых в последнее время были высказаны и напрямую касаются нашего города. Ну, начнем тогда с сессии, да? Ну, я на сессии, наверное, не буду особо останавливаться, так, в основном, такие рабочие, рутинные вопросы, за исключением, я хотел бы остановиться на вопросе, этому мы Валерию Другунову согласовали повесить на его дом табличку мемориальную. Кто не знает, Валерий Другунов, это у нас известный тренер по гигбоксингу, к сожалению, он у нас скончался. 1 июня 2022 года, да. К большому сожалению, он очень много ребят воспитал, там, трех чемпионов мира, много чемпионов России, чемпионов Европы, очень много ребят, я лично знаю, и как раз он в такое тяжелое время, скажем так, был полстан нам, когда молодежь, ну, если помните, там, 90-е, у многих родителей, там, потерянное поколение, выпивали, мы брошены на произвол, и, грубо говоря, спортивные секции, я представитель бокса до сих пор и занимаюсь с удовольствием этим спортом, а вот ребята боксом занимались, и, как бы, очень много нам помогло, это, как бы, ну, вырасти нормальными, серьезными мужчинами. Спорт он, как бы, делает из мальчишек, как раз вот мужчин. Поэтому, вот, Валерию, очень спасибо большое, как бы, ну, вот, и хотя бы через табличку мы пытались ему свою благодарность так высказать. Ну, да, вы и сказали на сессии, что это самое меньшее, что мы, граждане, можем сделать для увековечения его памяти. Ну, также на сессии депутаты тайным голосованием приняли решение наградить медалью за заслуги перед Псковым воспитателей детского сада компенсирующего вида номер 17 Ирину Жукову. Ну, простите, что я сейчас подниму, может быть, не очень такую приятную тему, да, деликатную. Вот я прекрасно помню, что в предыдущие годы на сессиях Городской Думы в разные созывы, ну, возникали такие дискуссии, что есть риск девальвации почетных званий, наград, почетных грамот, да, если, грубо говоря, награждать ими всех подряд. И вот однажды, если это будет происходить так часто, все это обесценится. Вот каково ваше мнение на этот счет, и произошла ли та самая девальвация наград и званий, которые так боялись ваши коллеги по предыдущим созывам? Ну, конечно, когда кого-то награждают, всегда есть, скажем, завистники, там, ну, прямым текстом давайте будем говорить, что не всем приятно, кто-то считает, там, один достойный, кто-то считает другой. Это как бы такая очень тонкая грань, и через нее, ну, легко скатиться в какой-то там скандал или во что-то такое неприятное. Мое личное мнение, конечно, для... Как вам объяснить? Вот вы сейчас назвали фамилию человека, к сожалению, ее, наверное, мало кто знает в городе Пскове, да? И мое личное мнение, что хотелось бы какой-то общественный ресурс, который бы просто-напросто помогал бы выбирать именно тех граждан, которые действительно, как бы, ну, слуху, которые действительно знают большинство горожан, которые действительно что-то сделали для всех, там, в большем количестве, чтобы непосредственно горожане сами принимали участие в выборе той или иной кандидатуры, и, соответственно, это помогло бы и сняло бы такие вот эти вопросы, которые у вас, как у гражданина города, возникают. А почему именно вот этот человек, а не другой? Я, допустим, знаю много других достойных. Почему бы не воспользоваться примером и также тоже не подключить общественность, которая помогала бы нам совершать и награждать правильных людей, которые действительно, как бы, заслуживают. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у нас мы награждали не, люди не заслуженно, но, тем не менее, как бы, чтобы вот вопросы именно снять такие, было бы неплохо, если бы, как бы, 50% или, там, 60% учитывалось бы мнение именно горожан. Нет, у меня-то как раз вопросов в данной ситуации нет, потому что я сама в прошлом коррекционный педагог, и знаю, какая-то тяжелая работа и какие непростые детишки в самом детском саду. Своих детей тяжело воспитывать, а чужих детей вдвойне, втройне тяжело. А если еще ребенок, ну, как-то так, не слава богу, да, вот так произошло несчастье, и это, конечно, очень сложно ребенка к нормальной жизни возвращать, чтобы он в социуме жил, развивался, и пытаться с недостатками каким-то образом строить его, чтобы он не чувствовал себя каким-то там ущербным, обделенным. Это, конечно, очень сложная работа, и это большая-большая работа, сложная, терпеливая. Конечно, люди достойные. Но если мы говорим в общем, не именно вот про конкретно нашего педагога, который победил, ну, я поздравляю, конечно, все заслуженно. Но вот чтобы это было, действительно, вопросов меньше у людей возникало. Если общественность будет больше принимать участие в этом, было бы очень отлично. Хорошо. Также на сессии был представлен доклад об исполнении бюджета города Пскова за прошлый год. Довольны ли вы цифрами? Ну, слушайте, в принципе, цифрами доволен, но только, единственное, я не доволен, что если мы вглубь посмотрим этих всех цифр, доходов-то собственных мы, к сожалению, не имеем в достаточном количестве. Но если мы не имеем, соответственно, собственных доходов, то и, соответственно, собственных решений как-то мы тоже иметь не можем. Ну, как-то, знаете, насколько чьи деньги, тот и заказывает музыку. Так что вот так вот. А какой-то вот повод для оптимизма в плане недоходной базы у нас есть? Нет. Единственное, если вот мы говорим про доходную часть, есть, конечно, повод для оптимизма. У нас сейчас идет федеральный пилотный проект. Вот лично мое мнение, это, поговорим так, про курортный сбор. Ой, это отдельная история, потому что не так давно... Это великолепная история. Я выступал в основном бюджетном комитете с идеей о том, чтобы было бы неплохо, если бы Псков получил бы возможность поучаствовать в этой программе. Вот расшифруйте свою точку зрения. А я сейчас ее расшифрую в цифрах. Она очень интересная, да. На сегодняшний день, грубо говоря, Санкт-Петербург, но федеральная программа, насколько я помню, там Санкт-Петербург и еще несколько городов пока только имеют право вводить его. Остальные, грубо говоря, пока в ожидании находятся. На сегодняшний день, грубо говоря, вот тоже Санкт-Петербург. 7 миллионов жителей, порядка 9 миллионов туристов. Ну, соотношение там сколько там? 1,2, 1,3 получается к жителям. А у нас на 600 тысяч 2,5 миллиона приезжает. То есть, в 5 раз нагрузка. Это люди приезжают, они поездятся нашими ресурсами, они ходят по нашему асфальту. И так далее, и так далее. Это нагрузка на инфраструктуру. И мы, как туристический регион, обязаны иметь такой налог. Ну, или сбор. И представьте, какое количество денег. Если 2,5 миллиона мы умножим на 100 рублей, то это сумасшедшие деньги, которые мы с удовольствием потратим на инфраструктуру. Потому что сейчас у меня проблема у моих жителей, как мы будем выполнять городскую среду. У нас, помните, такая программа была. Она очень активно развивалась. Очень много еще проблемных мест, особенно дворы, конечно. Об этом мы вообще отдельно сегодня поговорим. Где взять деньги? К сожалению, на сегодняшний день курортный сбор, мне кажется, очень бы хорошо решил бы эту проблему. Мы, по крайней мере, получили бы гарантированную статью доходов. И не мало того, чтобы мы получили. И, во-вторых, это наши личные деньги были. Мы имели право тратить их так, как просят от нас горожане. Но, вроде, денежка не такая большая для туриста. 100 рублей, конечно, это незаметные деньги. А для нас? А для нас это, извините меня, за год такая нагрузка-то серьезная. И плюс это не только Псков. Это другие муниципалитеты получили. Те же Пушкинские горы, которые тоже большое количество имеют. Да и у самого муниципалитета было бы тогда желанием привлекать туристов. Потому что он за это хоть какую-то копеечку имеет. Понимаете? Это вполне нормально. И ничего в этом зазорного, я считаю, нет. Почему нет? Приезжают люди в гости. Они готовы потратиться. Любой человек, который едет отдыхать, он имеет с собой сумму на кармане определенную. Он готов ее потратить. Главное, чтобы он получил удовольствие. Псков – это город удовольствия 100%. Я к вам сейчас приехал на велосипеде. Каждый день выезжаю на велосипеде. Да, погодка уже шепчет. Погодка шепчет. Музыка играет классная. Люди улыбаются. Все классно. Город у нас просто великолепный. Супер. Если человек хочет любого города приехать к нам, мы с удовольствием поделимся с ним этим вайбом. Ну, пожалуйста, оставьте нам 100 рублей. Ну, кстати, у нас ожидается на майские праздники нашествие туристов. А уже есть. Говорят, что уже все гостиницы полные, забронированы чуть ли не с января. Ну, совершенно верно. А нагрузка, водичка наша, канализация наша, электричество наше и так далее. Ну, нет. Смех смехом как бы, а так оно и есть. А содержать нам. А содержать же нам. Мы же платим за это, за все. И нам и так не хватает денег. Ну, я не думаю, что там наши... Хорошо. Вот я, насколько помню, вы когда поделились с коллегами на бюджетном комитете идеи про курортный сбор, первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова предложила вам вместе с председателем городской думы подготовить обращение в правительство области. Поскольку, насколько я понимаю, если мы хотим курортный сбор вести, нужно какую-то инициативу озвучить. Да, мы ее обязательно озвучим. Я ее единственное, что я озвучу к осени. Ну, потому что сейчас уже у нас... Ну, уже запущен процесс, сезон начался. Уже сезон начался. Сейчас у всяких начнутся у нас каникулы, у многих отпуска и так далее. Я прилагаю к этой теме. Как раз из-за одной еще федеральной, надеюсь, наш уровень тоже к этому дозреть. Потому, что пилотный проект закончится. Федеральный закон, грубо говоря, будет отработан. Сам Петербург поделится опытом. И просто как бы смысл поднимать инициативу, если мы законодательно не можем принять. Я же сказал, что федеральный закон распространяется только на несколько субъектов. К сожалению, мы не можем пока это сделать. Но к осени можно потихонечку, опять же, этот вопрос поднять. Возможно, как бы наши областные депутаты тоже его дальше двинут. И, глядишь, как бы наша область окажется в этом зафедеральном законе. Это было бы неплохо. Мы получили бы какую-то статью, ну, для нас это приличные деньги. Хорошо. Капремонты. Насколько я помню, что на сессии также была представлена депутатам информация по капремонту домов, капремонту и ремонту дорог, дворов, проездов между дворовых. И объектов социальной инфраструктуры по состоянию на 1 апреля. Вот есть ли тут какой-то повод для тревоги или, может быть, наоборот, для гордости? Слушайте, ну, я, скажем так, не очень близко знаком с работой фонда капремонта, но жалоб непосредственно от жителей поступает очень много. А жалобы в основном – это непонятность или неточность планов. Ну, на сегодняшний день как бы планы все очень витиеват. Там, допустим, фонд капремонта на наш запрос говорит, ваш дом там будет отремонтирован в период СПО. Проходит время, нет четкого понимания, нет номера. Если бы была какая-то четкая очередь, привязанная, скажем так, вот ваш каким-то образом. А так на сегодняшний день работа фонда, честно говоря, непрозрачна и непонятна. Мне как депутату я не могу пользоваться своими полномочиями, получая от них ответы, я не могу четко сказать, что действительно так или иначе будет выполнен тот дом. И в эти же сроки. А изношенность домов на сегодняшний день, мы все с вами живем в основном в советских домах, которые сейчас в Советском Союзе построены. И срок эксплуатации домов у многих уже он прошел. Гарантийный, да? Когда дома закладывались, строились, соответственно, есть ресурс. Ну, слава богу, что дома у нас выполнены все из железобетона. Это как бы достаточно серьезный материал строительный, который может, я думаю, что и Х2 сделать спокойно, постоять. Но проблемы в сетях. На сегодняшний день все дома в основном требуют капитального ремонта. Это сети, холодное, горячее водоснабжение, кровли текут сплошно везде. Это просто бич. Потому что кровли наплавляемые, не скатные. Соответственно, если мы, допустим, я просто специалист в этом деле, если мы металлическую крышу с вами поставим, то мы можем как минимум лет на 20 забыть вообще о крыше. Если мы с вами делаем наплавляемую кровлю из наплавляемых материалов, сложно, наверное, не все знают, что это такое, ну, рулонный материал, избитый. То служба, хотя там пишет по 20-25 лет, то реально они выстаивают лет по 5-10. А много вообще к вам на вашем округе обращается? Постоянно. Ну, когда у людей, извините меня, проходит дождь и текет, вода по подъезду, но... Ну да, как тут не обратиться. Я советую людям, да, у меня всегда совет есть таким. Если хотите избежать вот этой путаницы с фондами капремонта, непонятками по срокам, открывайте отдельно свой счет. Берите быка за рога, открывайте отдельно свой счет. Все ваши взносы по капремонту будут учтены на этом счете и принимайте решение самостоятельно. Так вы, по крайней мере, будете понимать, что у вас есть там 100 тысяч, а надо для ремонта кровли 5, и когда вы примерно их наберете. Это хоть какое-то понимание конкретное, конкретика. Потому что, когда начинаешь непосредственно с одним фондом общаться, то конкретики вообще она и растворяется. Я и руководство фонда понимаю, конечно, потому что на сегодняшний день есть какие-то аварийные ситуации. Ну, жилье старое все, объективно старое. Инвестиции нужно сумасшедшее количество туда. Где взять деньги? Поэтому и руководство и крутится. Понимаете? Вроде есть как бы программа, а в то же время где-то там аварийная ситуация. Приходится туда выделять. Вот в таком режиме пожарной команды люди работают. Но если люди хотят стабильности, открывайте самостоятельно счет. На сегодняшний день это касается ремонта дворов, касается ремонта всего. Не надо никого ждать, что придет какой-то волшебник, прилетит. Некоторые на меня смотрят, когда я приезжаю куда-то. Я говорю, я вам не волшебник. У меня была бы волшебная палочка, сейчас махнул бы, у вас все было бы. К сожалению, это не так. Пока вы сами не начнете обустраивать то место, где вы живете и заботиться о нем. Не думая, что кто-то там придет. Мы сейчас кого-то выберем тут суперкрутого. Но не надо в чудеса верить. Это уже, наверное, все взрослые люди. Нужно самостоятельно проявлять инициативу и где-то самостоятельно и платить, и скидываться. Потому что многие люди забывают. Тут про дворы все пишут. У нас притчи во языцах. А все забывают, что в основном у всех это общедалевая собственность. Это ваша недвижимость. И каким боком город или кто-то еще должен на вашей недвижимости что-то вообще с ней делать. Кто-то уже просек эту тему и проявляет активность и инициативу. Ставит шлобам, огораживают все, сами ремонтируют все. А кому-то не привыкнуть. К сожалению, реальность такова. Привыкайте, вы не привыкайте, но она не поменяется. Что ж, дорогие друзья, это программа Guide Park. С нами в гостях депутат Псковской городской думы по 15 округу Денис Олегович Иванов. Разговариваем мы сегодня с ним об итогах состоявшейся недавней сессии городской думы. О некоторых общегородских инициативах и проблемах, о которых хотелось бы тоже услышать мнение Дениса Олеговича. И вот такой вот у меня вопрос под занавес обсуждения прошедшей сессии. Вообще вот нет у вас, Денис Олегович, ощущения, что жизнь городской думы становится какой-то скучненькой. Ни те скандальщики, ни каких-то эмоциональных всплесков. Многие решения принимаются методом поднятия руки. Ну, я вот как человек, который тоже достаточно долго, много лет ходила на сессии городской думы и работая на Псковской ленте новостей. Ну, как бы вспоминаю всякое. Там и спали депутаты, и водой друг друга обливали. А сейчас-то, ну что за поведение? Ну, сейчас полномочия перераспределились, администрация города. И глава теперь администрации стала главой города, и, соответственно, работа у депутатов стала меньше. Ну, и возможности повлиять на что-то стало меньше. По живому видим, я же говорил об этом, когда мы еще эту модель выбирали, насколько она будет эффективна. Ну, соответственно, вопросов к депутатам должно становиться меньше. Потому что мы непосредственного как бы участия во многих процессах не имеем. Поэтому вопросы, вот я пользуюсь случаем, задавайте в администрацию. Поэтому вот так вот. Если раньше депутаты там что-то могли, сейчас, ну, все меньше и меньше. Да, работы меньше становится. Соответственно, возможности повлиять на какие-то ситуации тоже меньше. Ну, вот многие ваши коллеги, да, оценивают взаимодействие депутатов с администрацией города как конструктивное. Это, ну, действительно так? Да. Вопросов таких особых нету. Но я говорю, что если раньше на депутате лежало намного больше, там даже в процессе обсуждения, чего-то принятия, вот с перераспределением полномочий часть, большая часть, она ушла к администрации. Ну, и, соответственно, и мы некомпетентны в некоторых вопросах стали. А так вопросов, в принципе, я не могу сказать, что что-то у нас, какие-то у нас там прения, трения есть. У нас достаточно все очень слаженно работает. Ну, вы сами можете понимать, самое главное, все с чувством юмора, это самое главное. А чувство юмора, это всегда признак интеллекта. Поэтому это вот, это радует, что люди, знаете, там, где-то поулупаемся, где-то посмеемся. Ну, не все от нас, к сожалению, зависит. Даже и от администрации многое не зависит. Потому что, как мы говорили про бюджет, он же дотационный у нас все-таки. Своих доходов нам не хватает. Администрация города тоже старается. Молодцы ребята. Они конструктивный диалог имеют с администрацией, с правительством нашим. Да, я вот с администрацией, но же правительство региона теперь, с правительством нашим региональным. Правительство региональное не забывает про нас, выделяет нам достаточные средства. Бюджет города растет из года в год. Поэтому в целом все хорошо. А то, что меньше скандала стало и так, я вот, слава богу, в тот созыв руководителем был, я отдыхаю и просто наслаждаюсь. Я вспоминаю это все с таким, знаете, так не очень приятная была история. Хорошо, тогда медленно переходим к разговору о вашей депутатской деятельности в 15 округе. Вот вы уже сказали, что очень много обращений к вам по поводу состояния жилого фонда. Какие еще проблемы волнуют горожан? С чем вам чаще всего обращаются? Основная сейчас проблема, наверное, у нас, если так округ посмотреть на него, не все, наверное, знают, что это, 15-я цифра. Это окраина города Пскова, у меня округ поделено пополам. Наверное, многие там знают, где парк Милик, где они находятся, слава богу. Да, об этом тоже хотелось бы сегодня поговорить. Да, а вот если посмотреть на другую сторону, если мы стоим на улице Инженерной, слева будет парк Милик, а справа у нас там непонятные какие-то деревья, и кажется, что там никто не живет. А там достаточно большая часть малоэтажной застройки, это Силово-Медведево, Панино, Павшино. Одно время там очень долго многодетным семьям выделяли земельные участки, и, соответственно, там теперь такая хаотичная застройка. Это город Псков, это малоэтажная застройка. И вот у меня большая проблема, чтобы этот микрорайон, он все-таки стал микрорайоном, именно малоэтажной застройки. Чтобы там ходили автобусы, когда-то, может, там школы появились, детские площадки. Хотя я там была, у нас там живут друзья, и мне сейчас с трудом представляется, чтобы там когда-нибудь появилась школа и ходили автобусы. А, это город Псков. На сожалению, сейчас пока у меня нет понимания плана развития, нет этого округа. И для этого, я думаю, что мне надо, наверное, место работы менять, чтобы невозможность появилась такая повлиять. А раз было бы очень неплохо, там именно сделать такой микрорайон. Потому, что до объездной дороги там достаточно большое количество земли. И как до объездной, влево и вправо, там хороший был бы малоэтажный такой мини-мини микрорайон. А может быть, максим микрорайон. Потому, что у нас малоэтажка на сегодняшний день очень присутствует в большом количестве в городе, но она раскидана. Скажем так. И она такими пятнами по городу, не всегда она корректно расположена. Часто сносят потом скандалы и так далее. А если это будет прямо такая вот резервуация с хорошими дорогами, с автобусным сообщением. А автобусным сообщением обязательно должно быть. Просто для того, чтобы ходить автобусы, вначале нужно привести в нормативное состояние дороги. Расширить их, сделать там, чтобы можно разъезжаться, было там есть нормативы. После того, как будут дороги, приведены в состояние, соответственно, появятся автобусы. Ну, и вообще жизнь должна по-другому быть. Потому, что это город Псков. Многие забывают, что это город Псков. Это не деревня. Это не деревня. Это город Псков. Ну, насколько я помню, вы еще говорили о том, что там не помешало вы сделать детскую площадку. И одна из общественных территорий, да, вот того микрорайона, участвовала у нас в голосовании. Мы заявились в этом году, но у нас получилось так, что... Как-то маловато, да, голосов получилось. Да, маловато голосов. И у нас разделилось наше население. Часть населения захотела площадку на индустриальные два. В парке, там, для пожилых. У нас там по сквер пенсионеров такая идея была. И та территория тоже участвовала, да? Она практически такое же количество голосов набрала, да. Я как между двух огней. И одних понимаю, а других. Ну, вроде хотелось бы детям, чтобы... Потому, что у них на окраине города вообще ничего нет. Но, к сожалению, вот то, что мы заявили две территории, не договорились. Как говорится, на берегу. Это наша, конечно, слабость. И в этом году мы, конечно, пролетаем. Пролетаем везде по всем голосованиям. Мы очень сильно пролетаем. Потому, что до этого у нас такое единение было. Ну, и, честно говоря, в этом году, конечно, поменялось само голосование. И очень большая часть наших жителей, они стали бояться голосовать. Потому, что сейчас голосование идет через госуслуги. И многие категорически, просто категорически нет. Вот прямо категорийно нет. Если раньше мы в течение многих лет у людей получали поддержку, люди нам поддерживали. Сейчас вот просто особенно пожилое поколение, оно просто категоричное. Но они, наверное, просто не очень компьютерной грамотностью. Они компьютерной грамотностью не владеют, но у них там понимание даже не в этом дело. О том, что мои данные куда-то попадут, их там украдут. У них вот эта боязнь этих мошенников. И каким-то образом это все связано с городской средой. И очень сложно зачастую разобраться. Ну, у людей просто страх ко всему цифровому. И вот это вот видоизменение, которое в этом году произошло, оно, конечно, сильно уронило количество голосов, голосующих, именно поддерживающих. Люди-то вроде как поддерживают, вроде как готовы все. Но вот именно сама модель, она для многих некомфортна. А может быть, можно было бы провернуть такую схему, ну, в хорошем смысле слова, дорогие радиослушатели, чтобы все-таки была возможность у людей голосовать не только через госуслуги, но и как-то придя куда-то. Не знаю, там, слушайте, ну, любое голосование, как у нас тоже было, это всеми какие-то скандалы, разборы, что там кто-то что-то накручивает, договаривается. Может быть, с одной стороны это правильно, но с другой стороны, вот не все люди готовы выразить таким образом свое мнение. Это не совсем правильно. Поэтому тут пускай, это же все-таки у нас Минстро и Минцифры проводят, если они, конечно, ну, навряд ли они, конечно, услышат меня, но, может быть, они там срез какой-то будут. У нас есть видеотрансляция. Но они, возможно, просто будут срез делать какой-то, да, по стране, и просто придут к выводу, что, может, какую-то другую там платформу или идею, чтобы, ну, больше было. Просто это же все-таки массовое мероприятие. И чем больше голосов будет отдано за тот или иной объект, это будет действительно востребовано. Вот я на Милевку приезжаю, я просто вообще... Милевка, это же положительный пример участия вашего округа в федеральном проекте. Это очень, да. Я прямо вот стою и смотрю, сколько там детей, и в основном дети все без родителей, и думаю, прямо попали мы в десяточку. То есть, стали точкой протяжения. Она мега крутая точка протяжения. Вы придите туда вечером, там и одни дети. И я говорю, что родителей мало. Родителей мало. Это говорит о том, что дети не сидят дома, они выходят, и у них есть пространство общественное, где они могут между собой поиграть, поговорить, там, побаловаться, побегать. Класс. Наконец-то коробку нашу спортивную передали. На машиностроитель, она открыта, дети там играют. Я прихожу, кто в волейбол, кто в футбол. Вообще класс. Все, они живут нормальной жизнью, а раньше там окраина города, какой-то овраг непонятный. А сейчас вообще место протяжения туда со всех ближайших домов ребята ходят. Вообще круто. Ну да, и там через частный сектор приятно пройтись, да, дорожками. И ты сразу в этом парке оказываешься. Ну, удачный проект, действительно. Он очень такой востребованный, скажем так, был. И мне приятно, что получилось. Ну вот, кстати, недавно в парке Милевке был же субботник, да, и вы оказывали помощь в организации, впоследствии участвуют. Какие впечатления у вас осталось? Очень приятно, потому что у нас библиотека «Радуга» такая точно очень. Ребята очень активные. Тоже хотели бы им привет передать. Они у нас всеми федеральных гранты выигрывают, президентские выиграли. Библиотеку всю полностью перестроили. Приходят к ним ребята. И ребята тоже там такое. Они сделали не просто библиотеку, а место, где можно слово такое почилить. Просто ребята лежат на окнах, читают книжки. Кто-то лежит просто в телефоне, они их не выгоняют. Ребята просто приходят, находят место, где просто комфортно привести время, пообщаться со сверстниками. И вот библиотека «Радуга» совместно, я не помню, девушку, тоже наш эко-активист, они проводили целую неделю, они учили ребят именно как обращение с мусором. И потом по окончании этого обучения, соответственно, мы провели субботник. Было очень приятно, много ребят. 15 мешков мусора туда вывезли. За час, да. Там достаточно очень много мусора. Потом у нас «Титан-полимер», потом отряд «Княгини Ольги», так называется, тоже участвовали, тоже ребята, достаточно большое количество. Что если до этого мы там с моим помощником, там, ну, еще, может, там, 2-3 жителя выдадут, там, человек в пятером, то в этом году, конечно, спасибо библиотеке «Радуга» и всем, кто участвовал, у нас там человек 50 было. Поэтому за час парк полностью убрали, много мешков мусора, да. Я, к сожалению, ну, понятно, честно говорю, что немного времени провел на субботнике, убрал, свой мешок собрал, поставил, поехал. Ну, понятно. Меня многие просят, даже вот сейчас вот неделя субботников была, я уже просто говорю, ребят, ну, вы имеете совесть, говорю, у вас, говорю, один, я один, говорю, а вы меня хотите на все субботники привезти. Это я должен, говорю, месяц ходить по субботникам, говорю, к одним, к другим, к третьим, говорю, ну, поймите меня правильно, говорю, у меня же тоже своя жизнь есть. Хорошо, давайте теперь, Денис Олегович, поговорим немножко о проблемах. Актуальные проблемы вашего округа, которые требуют решения, может быть, даже будут решены в текущем году. Это фонд капремонта, да, это номер один проблема, которую я не знаю, как решить, к сожалению. Ну, я говорю, единственное, что вот всегда советую жителям переходить на свои скроу-счета. Не скроу-счета, а счета именно по капремонту. Потому что, я говорю, я на этот вопрос некомпетентен, не могу ответить, и, к сожалению, вот мне это, я не люблю, когда люди приходят, обращаются, там, со слезами бывает, говорят, что вот, ну, как так жить, ремонт делать не можем, или сделали все, там текет. К сожалению, когда ты бессилен, это очень неприятно. Второй, наверное, глобальный вопрос у нас, это городская среда. Это проект, который был начат. Мы много лет туда добавляли объекты, они там на сегодняшний день есть. Насколько я помню, по последним данным, там 200 с чем-то было объектов в городе, которые должны были быть проведены, были проведены собрания, были планировки сделаны, люди участвовали, и на сегодняшний день проект остановлен. Ну и... А сейчас мы говорим о том, что мы сейчас запускаем проекты ТОС. Тоже хорошая идея, да, товарищи? Как у вас, кстати, с ТОСами на округе? С ТОСами очень тяжело, пожилые люди, но мы надеемся, что до конца этого года мы хотя бы 2-3 ТОСа сделаем. А потому что нам деваться некуда, мы уже людям объясняем, что не будет ТОСа, а вот городская среда, к сожалению, с ней пока непонятно. Ну, то есть мало у вас таких инициативных товарищей, которые бы готовы были взяться за создание ТОСа? Ну, пожилые люди, а в окраине города живут пожилые люди, и поэтому какие там инициативные... Хотя детей в парке много. Детей в парке много, а когда приходишь на встречи, в основном общаешься, конечно, с пожилыми людьми. Работа, понятно, тяжело, не хотят ничем заниматься, но тем не менее. Городская среда, я просто говорю, что проблема, потому что мы людям-то пообещали, люди собрали подписи, люди поучаствовали, а на сегодняшний день решения, но именно финансов у нас нет. И вот я говорю, если бы мы, дай бог, когда-нибудь там, может, получили вот курортный сбор и направили бы его на выполнение... Причем эта городская среда, она же не только в рамках Пскова, это же федеральный проект, и очень много объектов, я знаю, и в других муниципалитетах висят, и в острове, и в Апочке, да и полно, и где. А это касается в основном граждан, дворы в основном. Там в основном тут дворы. И было бы неплохо, но получить какое-то финансирование. Какое, к сожалению, вопрос. Ну что ж, друзья, эфир-то подходит к нашу концу. Очень хочется еще с Денисом Олеговичем обсудить несколько таких любопытных, актуальных, общегородских тем. Ну, в Пскове планируют запретить нахождение лошадей Японии в парках, скверах и других общественных территориях, да. 21 мая у нас пройдут публичные слушания по этому вопросу. Но я прекрасно помню, что эта тема, конечно, уже не в первый раз всплывает. Еще в 2017 году бывший глава города Иван Цицерский предлагал огородить тот же самый детский парк, чтобы туда ни одна лошадь не проскочила. Вообще, насколько актуальна эта тема сегодня, Денис Олегович? Что ее надо прям опять поднимать и уносить на слушание? Ну, не знаю, притча в языцах, но мне кажется, сейчас большую проблему у нас это самокаты, которые у нас, вот если вы знаете, в 2023 году вышел закон о том, что самокаты весом более 35 килограмм, они запрещены для движения по тротуару. Вы не имеете права на самокате, который весит больше 35 килограмм, двигаться по тротуару. Вот это, мне кажется, большая проблема, потому что в финский парк мы придем, посмотрим, сколько ребят там сдают самокаты, которые реально весят под 100 килограмм. На них еще садится еще один-два человека, и становится это суперснаряд. Бегают детишки маленькие, и как бы никому до этого дела нет. Мы вот на комиссии по безопасной городской среде поднимали эти вопросы, писали в прокуратуру, куда только не писали, в Следственный комитет даже писали, на сегодняшний день как бы вопрос не решен. У нас, как обычно, пока, не дай бог, какое-то ЧП не произойдет, кто-то не пострадает из жителей города, тогда мы на эту проблему обратим внимание. А что касается лошадей Японии, они у нас в небольшом... Я их, честно, не видел уже 300 лет. Где-то они там в летнем саду бывают, но я ни разу не видел, чтобы у нас там галопом неслась лошадь по финскому парку, и все люди в рассыпную. А пьяных людей на самокатах у нас достаточно большое количество. Но не они виноваты, а именно виноваты в основном те люди, которые недобросовестно оказывают услуги по сдаче, потому что они не имеют права эти вообще самокаты сдавать. Но, тем не менее, пока вопрос у нас открыт. И наши компетентные органы тоже пока не нашли, скажем так, проблемы в этом не видят. Хотя я этот вопрос поднимал, и буду продолжать его поднимать. Вот мы с Борисом Андреевичем, надеюсь, Борис Андреевич уже услышал Йолкина о том, что мы хотим провести круглый стол по этому вопросу. Прогласить и арендаторов, и наши силовые ведомства, чтобы мы для себя решили все-таки, что мы разрешаем, что мы не разрешаем. Потому что у нас город все-таки пешеходный, слава богу, он и велосипедный становится, и самокатный. И чем больше людей будет пользоваться, меньше автомобилем, тем у нас будет, мне кажется, очень комфортно жить. Но единственное, что тротуар этот, и трафик на тротуарах, он достаточно эффектный у нас интенсивный в городе. Конечно. Кто ходит пешком, наверное, замечает. И поэтому все-таки, когда правила будут, что там тяжелые самокаты нельзя, хочешь на самокате ездить на электрическом или на каком-нибудь электрическом байке, не проблема. На дорогу становись и едь по общим правилам. А на тротуарах будь вежлив, только вот велосипеды или легкие самокаты. Вот это, мне кажется, классно. Потому что все-таки мы живем, у нас социум, и мы должны друг о друге думать. А безопасность тут превыше всего. Да. Что ж, друзья, еще, наверное, попробую прыгнуть по сцене вагона уходящего поезда, задать еще один вопрос. Был у нас недавно на эфире Борис Ёлкин, и не исключил, что в 2025 году в Пскове демонтируют Магеллан. Я напомню тем, кто не в курсе, что как раз в следующем году истекает договор на размещение этого нестационарного торгового объекта, да, и он находится, в общем-то, не в вашем округе, понятно, но тем не менее, каково ваше мнение как горожанина, как депутата, нужно ли его демонтировать? Не нужно. Люди, знаете, у нас так все очень любят. Ну, Борис Андреевич, понятно, у него свое мнение, может быть. Лично мое мнение на этот счет не нужно. Почему? Потому что, ну, к сожалению, было так. У нас же закон обратной силы не имеет. В свое время там давали разрешение, да, строили его, да, всех он устраивал. Люди, многие имеют там бизнес, который кормит. И сейчас предлагается снести, ну, хорошо снесем, поставим там, засадим елками, тротуарами, все успокоятся. А для бюджета что? Там парковку, кстати, они планируют. Парковку хорошо сделают, да, но она будет бесплатная, парковка, хорошо, ну, а бюджет потеряет деньги. Мы же имеем деньги с подоходного налога, и предприниматели платят подоходный налог. Мы тем самым сократим поступления, которых у нас и так нет. У нас не Магеллан не самая большая проблема, мне кажется, в городе, и можно проехать по городу и поискать кучу проблем. Мое личное мнение, чтобы от бизнеса, ну, отстали и дали возможность людям работать и зарабатывать. К сожалению, так было, но не нравится, но давайте фасад переделаем Магеллана. Сделаем что-нибудь там поинтереснее. Не, ну, объективно, да, между нами, вот со стороны дороги, конечно, не очень выглядит Магеллан. А вот с другой стороны, где пешеходная зона, смотришь, радуешься. Большой проспект. Ну, там где-то что-то обновить, реновировать. Я не знаю, в чем проблема, что так с этим Магелланом все представили. Я, например, вообще как жителей не вижу вообще проблем в нем. Если что-то не устраивает, ну, можно реновацию сделать. А разрушать, сносить инвестиции, эти люди устроили, инвестировали в это, да. Как у нас инвестиционный климат будет тоже в городе, что когда-то что-то построили, разрешали, была одна власть, пришла другая, давайте все сносить. Ну, так тоже, извините меня, преемственность должна быть, как бы там оно ни было, но я считаю, что преемственность обязательно должна быть. Это у нас как Советский Союз тоже, помните, была царская Россия, а раз Советский Союз, все снесли, все похоронили, все уничтожили. И, в принципе, мы продолжаем такими же шагами жить, двигаться, но это ни к чему хорошему, как история показывала, не приводит. Дорогие друзья, вынуждено теперь констатировать, что наша программа «Гайдпарк» точно подошла к концу. Я Татьяна Иванова, а в гостях у меня был Денис Иванов, депутат Псковской городской думы по 15 округу. Денис Олегович, спасибо огромное за диалог и вам успехов, всего доброго. Спасибо, до свидания. Счастливо.